Микс Ньюс 12.14 на часах. Традиционно начинаем мы в это время передачу «Разворот». Сегодня проведу её я, Алёна Борисова. Помогает мне звукорежиссёр Евгений Копеин. Октябрь – это месяц, всемирный месяц борьбы с раком груди, который был объявлен Всемирной организацией здравоохранения ещё в 93-м году прошлого века. И вот в связи с этим мы хотим уделить особое внимание раку молочных желёз, поскольку эта болезнь входит в число самых распространённых онкологических болезней. Вот согласно статистике, каждая восьмая женщина на протяжении жизни рискует заболеть раком молочной железы. Поэтому у нас в гостях сегодня руководитель Латвийского общества поддержки пациентов с раком груди Вита Ирина Янума. Здравствуйте. Добрый день. А также представитель общества «Дзиви и Баскуокс» Ольга Слаугутна. Здравствуйте. Добрый день всем. Хотела бы для начала, может, телеслушателям пояснить, чем занимаются ваши две организации. Может быть, начнём с вас, пожалуйста, госпожа Янума. Ещё раз напомню, это общество поддержки пациентов с раком груди Вита. Добрый день, все слушатели. Добрый день, дорогие женщины. И даже молодые дамы и девчонки. Наше общество было создано, ну, уже 26 лет назад. Именно потому, что самое многочисленное количество операций было связано с грудью. И в то время операции были довольно, ну, ампутировали грудь часто. Сейчас уже давно. Это щадящая операция и большее количество, даже, может быть, 70%, онкологи стараются сохранить грудь каждой женщине. Даже хирургическое вмешательство, да, постепенно вмешательство? Раньше было так, что, ну, большая часть была, означало, что придётся потерять одну из грудь. Ну, одну. И тогда даже государство ещё не предлагало женщинам протез. То есть такой в виде груди прозрачное изображение, и можно его вкладывать в бюстгальтер. Ну, как имплант, да, только. Нет, нет, это просто имитация. Она из очень качественного силикона, и это прозрачное такое мягкое, очень приятное на ощущение такой протез, вкладывается в бюстгальтер. И женщина выходит, она и ходит в бассейн, она занимается спортом, она может принимать участие во многих активных делах, и никто даже не замечает. Но на самом деле шаг вперёд был сделан уже в конце прошлого века, особенно в этом сохранить грудь, сохранить максимально, и это достигнуто. Но самое было смешное, что когда начали именно вот, вы назвали 93-й год, обществу ВИТО пришлось идти шаг вперёд, чем наше государство. И доктор Балткая Сармита, онколог, сама хирург, и тоже пациент одновременно, они вместе с психологом Инарой Крумени отправились в Швейцую, и пришлось просить, и они получили помощь из фонда Королевы Швеции, это первые протезы. Вот первые вот эти вот силиконовые качественные протезы были привезены в общество ВИТО. Вот тогда уже... То есть вы являетесь таким официальным распространителем, и первое источник? Это уже история, и государству было стыдно, что общество пациентов привозит протезы. Ну, распространение было такое, фонд Дарил, и общество их только разделило, и просто всех документировало, документировало получение этих протезов. Ну, и как сейчас вспоминают наши ветераны, представляете, с раком груди уже живут более 30 лет женщины, и даже больше, так что не удивляйтесь. Своевременное диагностицирование даёт возможности очень долго жить. Продлить качество жизни. Да, и вот эти протезы, знаете, когда тогда делили просто на глаз или общупывая пальцами, какая у тебя здорова, и соответствует ли твоей груди. Ну, это были, конечно, первые такие смешные шаги. Государство оплачивает сейчас протезы, их можно получить по направлению онколога или семейного врача. Это бесплатно. Нет проблем с очередями, как... Ну, интересно то, что можно в течение месяца, полутора, всегда этот протез придёт, соответствующего размера. Но женщине самой приходится сейчас думать о бюстгальтере, потому что там нужно вшивать специальную такую полочку, куда вкладывается этот мягкий предмет прозрачный. И там довольно сложности, мы никак не можем добиться. Ну, в то время было, что и сшили такие бюстгальтеры, но опять-таки от них отказались. Обществу ВИТО удалось даже на какой-то период, когда у государства были финансы, уже говорить и получить финансирование реконструкции груди, пластическим операциям, когда грудь была восстанавливаема. И у нас есть много женщин, которые занимаются общественной работой, публичные личности и персоны. У них реконструирована грудь сразу же во время операции. Но сейчас вновь наше государство отказалось от реконструкции, и мы занимаемся тем, что мы просим. А вот Дзиви Баскокс «Древо жизни», мне очень нравится это название, даже в этом году запросили как технические вспомогательные средства, чтобы государство опять задумалось об оплате как вот этих специальных бюстгальтеров, так и если, например, есть стома или такой мешочек, который необходимо вкладывать в трусы. То есть вот эти все бельё, которые необходимы для пациентов онкологические, чтобы они продолжали работать, даже для мужчин это актуально, у кого был рак кишечника, государство пока отказывает в этом. Но это, к сожалению, так. И немножко об истории ВИТО я закончу. Мы остаёмся и находимся в онкологическом центре на улице Хиппократа 4, это Гайлизерс, рядом высотное здание. И мы теперь уже объединяем и гинекологических больных и предлагаем им поддержку, защиту и информирование. У нас лекции. Раз в месяц. Третья среда каждого месяца в 14.00. И вот на следующей неделе будет у нас очередная лекция. Мы уже вот эти 26 лет не меняем ни место встречи, ни время встречи. То есть третья среда месяца в 14.00. В Гайлизерсе справа, конференц-зал в поликлинике онкоцентра. Приходите. Ну и маленькое объявление. В этот раз, 16.00, 14.00, у нас будет тема. Как отрастить или удлинить волосы, особенно после химиотерапии. И что же может помочь иммунолог? Как мы думаем о своём иммунитете? Значит, приглашаю уже сейчас. И мы немножко перейдём к тому, что я уже упомянула гинекологические заболевания. И сразу-сразу девушки, милые, дорогие, молодые мамы, жёны, сёстры, с 25 лет, начиная, государство оплачивает бесплатную проверку рака шейки матки. Это по направлению от нашего Центра службы здоровья. И, пожалуйста, попросите у своего семейного или у гинеколога это направление. И вы бесплатно, регулярно, пожалуйста, проверяйтесь. И ещё хочу сказать, что мы хотели бы сделать, чтобы только на ранней стадии диагностицировался и рак груди. Мы бы хотели начать такую акцию с вашей помощью. Знаешь ли ты, дорогая подруга, где твой маммограф? Где твой вот этот кабинет, где ты можешь сделать маммографию? Например, женщина знает, где мой парикмахер, где мой маникюр, где мой зубной врач – это мы знаем. А где же ваш маммограф? И это можно знать, особенно вот в больших городах. Я очень рада, что мы говорим по-русски, потому что статистика показывает, что отзывчивость женщин, которые говорят на русском языке, ниже, чем, например, в регионах. А, даже по такому? Да, у нас низкое отзывчивость приглашения, бесплатные проверки на маммографию. Чем вы это связываете? Как это можно объяснить? Она самая низкая в Риге, в Далговпёсе, в Лепое. Как вы можете это объяснить? Ну, если мы там, грубо говоря, вот так этнически население разделяем, почему там вся русскоязычная часть менее активна? Я думаю, немножко неверие, да. Но, с другой стороны, я считаю, что русскоговорящие люди, они активны. Они активны, они хотят знать, они отзывчивы, они придут. Но только надо к ним обратиться. И вот сейчас, начиная эту акцию, возможно, нам удастся с самоуправлением это сделать. Я очень рада публицистичной большой организации Древа Жизни, Древа и Боскокс, их реабилитационным всем лагерям и программам, что мы это сможем сделать. И дозвониться, договориться до наших женщин. Интересная такая инициатива в Риге началась, когда есть ветмата. Это значит, женщина, которая акушерка, принимает и готовит женщину к родам. Так вот, функции этих акушерок сейчас увеличиваются. И был уже пилот-проект, пробный проект, о том, что такая акушерка прикрепляется к пяти семейным врачам. И она берет информацию от этих врачей о женщинах, которые должны пройти бесплатную проверку на маммографию. И она их приглашает, и приглашает с конкретным числом, когда вы придете на ваше исследование маммографии. И вот эффективность работы этих акушерок была сначала 75, 90 и даже 100%. Каждая акушерка была прикреплена к пяти семейным врачам. Значит, вот эта практика уже будет распространяться. И я прошу всех, дорогие женщины, если вам позвонит медсестра из вашей практики семейного врача, обязательно откликнитесь. Здесь замечательные женщины. И нам так важно. Видите, если мы достигнем 70% отзывчивости населения женщин на проверку маммографа, значит, мы исключим третью стадию и четвертую. А первая, вторая стадия лечится с гарантией. Я сама представляю вот эту вот раннюю стадию. И вот, пожалуйста, уже 13 лет назад была прооперирована. А в наше общество, и вы знаете, этот диагноз заставляет тебя думать, меняться и думать о чем-то новом всегда. Ради здоровья, стараться делать, искать. И мы стараемся потом и другим помогать. Поэтому. Да, спасибо большое. Вот уже упомянули и организацию Диви Баскокс. Госпожа Славгот на сегодня ее представляет. Может быть, вы подробнее расскажете о ней. И вот самое важное, чем ваша организация отличается от организации ВИТА. И вот такой вопрос, пациенты с разными онкологическими типами наверняка представлена ваша организация, она более общая. Но, например, вот пациенты с раком груди, о которых мы только что говорили, пациенты с меланомой, лейкемией, раком кишечника. Хотелось бы узнать у вас, они различаются, как вам кажется, по своей сути? Я к тому, что существуют разные сообщества, отдельно поддерживающих больных с тем или иным раком, хотя по факту у всех онкология. Ну, конечно, рак приходит не только к больному, он приходит в семью. И несколько лет назад общество «Дзи и Пскок» «Сдрево жизни» начало такую интересную программу. Началась она еще на пожертвования. Это психосоциальные поддержки. То есть это людей с любой формой онкологии, которые уже прошли через операцию, через лечение, и чувствует себя все-таки как бы немножечко не в этой жизни. Почему? Потому что, да, вот эта операция, я как раз онкопациент, у меня онкология не в груди, у меня боли была. У меня как раз была четвертая стадия, пять лет назад. Вот, и вот я тут с вами разговариваю. И это, конечно, с одной стороны чудо, с другой стороны это не чудо. Потому что если есть большое желание бороться за здоровье, то очень часто все силы жизни приходят на помощь. И вот одно из таких организаций, и вот этот лагерь при организации «Дзи и Пскокс» есть вот именно программа, называется «СПАК АВОЦ». Источник силы. Это сначала были пятидневные программы, сейчас шестидневные программы. Последние два года государство стопроцентно их финансирует. Если раньше было только летом, то сейчас практически круглый год. На шесть дней приезжаешь вот в этот очень красивый гостевой дом, а двух местные красивые комнаты, это гостиница, в красивом обычном месте. И начинается работа. Работа с собой. Восемь утра зарядка, завтрак, лекция. Это не полдник, а второй завтрак, лекция – обед. Лекция – полдник, лекция – ужин. То есть практически все время занят. И все время ты получаешь положительные эмоции. Перед тем, как поехать… Сколько человек вокруг вас в таком лагере? В принципе, обычно в такой группе до 20 человек с разными диагнозами. Сейчас, правда, начали несколько лагерей делать специализированные с диагнозом, например, онкологии груди и женской онкологии, потому что там специфика. А в основном это смешанные диагнозы. Есть, так как я говорила, что онкология приходит в семью, не только к больному, а есть для пар. То есть второй человек тоже учится, так сказать… Супруги. Да, быть… Это бывают иногда и дети, и родители. То есть я говорю, что это в семью приходит. Быть вместе, быть, поддерживать. И одной из очень важных составляющих этой программы – это работа с психологом. То есть это и групповые занятия, и если кому-то нужны, это и индивидуальные занятия. Те люди, которые там находятся в этом лагере, они уже начали лечение? Уже те, которые прошли лечение. Уже прошли лечение? Да, то есть они пришли лечение, они уже имеют диагноз, то есть принимаются с диагнозом. Но те люди, которые, ну, как бы могут за собой ухаживать, то есть лежачих больных, ну, им надо ходить на лекции, заниматься гимнастикой, потому что у нас есть замечательный физиотерапевт Рудовцы Шейка, который молодец парень. Он молодой, но очень такой настойчивый. И он доказал, что для тех женщин, особенно которые имеют онкологию груди и проходят химиотерапию, если они проходят достаточно интенсивную физическую нагрузку, они гораздо быстрее оправляются от химиотерапии. То есть токсины химиотерапии покидают организм с неимоверной скоростью. Между прочим, Шейку опередил многих специалистов в своей отрасли, во всей Европе, его послушали во многих конференциях за рубежом. Когда он заставлял активно заниматься физическими упражнениями, нагружать. Да, есть результаты, да, это уже действительно результаты. Простите, может быть… И комплекс упражнений такой достаточно интересный, да, это может делать каждый человек. И, конечно, в этом лагере мы просто понимаем, что всё, мы все можем это сделать, ничего там такого нету, но токсины должны выбиваться из клеток, чтобы здоровые клетки были ещё более здоровыми, это главное. Вот мы до начала передачи поговорили о том, что дал вам этот лагерь, да, вы сказали, что это определённое вот принятие диагноза и начало нового пути по борьбе с болезнью, да, мы об этом продолжим сразу после небольшого перерыва. Я уже напомню телефоны прямого эфира нашим слушателям 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте вопросы и рассказывайте свою историю, если вы тоже болели онкологией или знаете тех людей, которых коснулась эта болезнь. Мы продолжаем передачу «Разворот». Я напомню для тех, кто только что подключился, мы сегодня обсуждаем онкологию в рамках того, что вот октябрь, согласно Всемирной организации здравоохранения, всемирный месяц борьбы против рака груди. У нас в гостях сегодня глава Латвийского общества в поддержке пациентов с раком груди ВИТа Ирина Янума и представитель общества «Диви Бескокс» Ольга Слаугодная. Вот начали мы до перерыва буквально говорить о том лагере реабилитационном спек-авуатс, да, который и вы посетили, который вам помог, да, хотя вы были, я напомню, уже на четвертой стадии, может быть, я могу предположить, это, наверное, стадия отчаяния, уже не веры, да, но вот попав туда, вот в этот лагерь, что изменилось и сейчас по его прошествию вы стали сами ментором. Ну, во-первых, надо сказать, что в лагерь я попала через два года после операции, то есть я, слава Богу, выжила уже в течение двух лет, но вместе с радостью выживания всегда примешивается перед каждой, у меня был достаточно агрессивный, значит, вид онкологии, примешивается страх перед каждой томографией, уже почти месяц не спишь, уже думаешь, как это будет, какие будут результаты и так далее. То есть практически стресс у многих онкопациентов присутствует, даже при том, что вроде бы всё хорошо, процесс остановился, но такой подспудный стресс есть. И вот именно эта программа помогла мне принять диагноз, принять диагноз, и я сейчас совершенно спокойно, я о нём не думаю, я живу, я радуюсь жизни. Это дало мне также и силу, в силу стать уже и добровольцем, я посещаю каждую неделю онкоцентр, четвёртое абдоминальное отделение, и уже от The EBS COX я являюсь, прошла курсы обучения менторов, то есть по телефону вы можете на сайте The EBS COX найти нужные телефоны. И если у вас есть или родственник онкопациента, или вы сами, или вы перед операцией, вы чего-то боитесь, мы, онкопациенты, со стажем, с опытом, по телефону с вами поговорим, какую-то дадим вам практическую операцию. Мы не врачи, мы не можем консультировать вас по диагнозам, но чисто каким-то бытовым, другим проблемам. Такая психологическая поддержка, да, это мы можем. Госпожа Яна Мада, что вам интересно сказать? Очень хочу Ольгу спросить, но это я испытала на себе. Когда я впервые узнала, что есть общество, я просто пришла на лекцию, которая раз в месяц. И потом меня хирург Балтко, основатель общества, пригласила работать. И я стала руководить, я в жизни не думала, что я буду руководителем такого общества. И вот, Ольга, сколько я рассказывала, мы тоже ходили в палаты просто сами и рассказывали про Витту, про общество. И ты один раз рассказываешь, второй раз, третий. И с каждым разом, когда я повторяла и говорила, что не следует бояться, я вроде себя уговаривала, что я не боюсь. И, Ольга, как вы себя чувствуете? Неужели вам тоже, наверное, вы чувствуете себя здоровее с каждым разом, когда вы кому-то рассказали? То есть мы отдаем, и мы, наверное, свыше, вот мы освобождаем себя от этого страха, мы отдаем информацию, которую мы знаем, и нам сверху дается больше. Вы знаете, я сама иногда задаю вопрос, почему я выбрала именно менторство. Это ясно, ты как бы отстранен. Но когда ты именно в палате, когда ты видишь человека с дренажами, вот вчера это была от рахеостома. Дело в том, что, во-первых, мне помогли очень перед операцией и после операции. И мои друзья, и даже незнакомые мне люди. И настолько хорошо помогли, что я потом почувствовала потребность, зная, что вовремя сказанное какое-то доброе слово, какая-то мотивация может повернуть течение болезни. То есть не столько течение болезни, сколько отношений человека к болезни. Я много сейчас читаю каких-то интересных статей по психологии, и мне в Фейсбуке попался онкопсихолог из России Татьяна Хорошинова. Она психолог и сама в прошлом году как раз проболела онкологией. И у нее есть очень интересный термин – онкобольные и онковыздоравливающие. И это очень важно – стать онковыздоравливающим. Это прийти на территории жизни. Потому что ведь онкология – это хроническая болезнь. То есть мы никогда не являемся 100% выздоровевшими. Это называется ремиссия. И поэтому быть как можно дольше на территории жизни, быть онковыздоравливающим – это и для нас большое счастье, и в то же время работа. И вот как раз этот лагерь, или мы называем программой «Дзеевс Кокс» помогает не только принять свой диагноз и к нему относиться без страха и без горечи, а дает силы жить полноценно дальше. Вот это самое важное, что можно получить после такой программы. И еще, Ольга, вот смотрите, сам пациент, я по себе хочу сказать, не столько он был напуган своим диагнозом, сколько вдвойне были напуганы члены семьи. И вот им, наверное, этим семейным, близким надо большую психологическую помощь, чтобы они не накручивали самого пациента. То есть такая интересная взаимозависимость. На очень хороший сайт есть «Дзеевс Кокс», и там есть материалы такие помощи. И там есть один такой интересный материал для работодателей пациента и для родственников пациента. Потому что нет хуже вопроса для онкопациента, ну как ты чувствуешь? Ну кто тебе расскажет, как ты чувствуешь? Кто тебе расскажет про твои страхи и так далее? Гораздо лучше, если вы, друзья, родственники онкопациента скажете «Привет, хорошо сегодня выглядишь, давай сходим туда», пригласить в театр, в кино, в кафе и так далее. Да, на прогулку. На прогулку, да. Почему? Потому что вот это как раз и есть, что вытаскивает тебя на территорию жизни. Мы как раз затронули тему, может быть, мышления самого пациента, человека, заболевшего. Вы сами сказали, есть два вида здесь людей по форме мышления, онкобольные и онковоздоравливающие. Здесь, конечно, это первостепенно и первозначимо. Но вопрос такой солидарности со стороны того, кто помогает. Я здесь имею в виду и врачи, и возможности государства прежде всего. Вот в первой части программы, в первой части передачи госпожа Яна уже упомянула, что вот рассказывая про те самые протезы и импланты, привезенные из Швеции тогда в 90-х годах, вы сказали, что государству было стыдно, что это сделало не оно, а общество решает эти проблемы. И вот ситуация как-то изменилась, государству, как вы думаете, до сих пор стыдно, и может быть, мне кажется, но вообще очень многое перекладывается на плечи сообществ, волонтеров. Мы собираем деньги для больных силами населения, людей неравнодушных, волонтеров, менторов, которые вовлекают в это. Да, 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 конечно. Вот поэтому вопрос здесь, знаете, именно отклика и вот этого желания помочь, действительно понять еще, что о тебе заботятся не только твои близкие, которые действительно улыбнутся тебе и скажут, как хорошо себя выглядишь, но и готовы тебе помочь, хотят тебе помочь выше. Здесь просматривается неприятная тенденция. Большие финансовые дотации в отрасли онкологии были именно в те годы, когда приближались выборы. И это так показывает политизацию вот этой помощи. В центре не является человек или пациент, а завуалированные политические интересы. А госпожа Слава Гатман, вы тоже можете такое подтвердить, что действительно приходят политики в преддверии выборов, муниципальных, парламентских, неважно, и вот активно начинают поддерживать организацию Дзиевы Бэскокс? Я не знаю, в принципе, я просто являюсь не главой, а представителем организации. Что-то как-то политиков я не видела. Хотя я знаю, что Дзиевы Бэскокс действительно очень хорошо сотрудничает с Министерством здравоохранения. Иногда, знаете, от такого горького чувства приходит такая мысль. Было бы неплохо, чтобы политики хоть один раз пришли в палату перед тем, как они думают. А почему действительно нельзя, простите, но организовать, пригласить, посмотреть? Захотят ли пациенты? Дело в том, что я не... Нет, может быть, даже, знаете, не в палату, а хотя бы присутствовать на тех лекциях, которые проводятся в лагерях. Хочу сообщить. Инициатива депутатов Сайма, особенно предыдущего, 12-го, 30 депутатов во главе с нашим известным Рома Алдом Ражиком, кто был руководителем наших баррикад независимости. Он был председателем подкомиссии по здоровью. 30 депутатов встали в защиту онкологии. И впервые именно Рома Алтрашук нас собрал в красном зале Сейма. И там были, я назову наши организации, представляете, сколько уже пациентов родили вот такие юридические организации, которые защищают права. Значит, ВИТА, Диви Бескокс, Древо Жизни, организация колоректального рака кишечника, называется организация Европа Колон. Появилась организация в защиту больных с простатой онкологии. Новая совсем организация «Шаг впереди меланомы». Опереди меланому новая организация. У нас, ну, очень мужчины уже стараются показать, информировать мужчин, делать профилактику. Это, значит, мы уже говорили о раке кишечника. К ним присоединилось, значит, общество с простатой и общество заболеваемости раком легких. А легкие – это очень критический диагноз, который очень быстро забирает жизнь. Значит, вот эти, еще есть организации, пока что в интернете активно действующие. Movember тоже объединяет мужчин. Значит, мы уже семь насчитали. И, похоже, по организации Древо Жизни есть Роза Вилтенс или Розовый поезд, где, как бы, чтобы вот цепь всех железнодорожных наших путей объединила Латвию. И во многих городах Латвии есть первая помощь, которая оказывается онкологическим пациентам. Это 10 занятий физиотерапии и 10 занятий психотерапии. Это оплачивает Роза Вилтенс, именно фонд, благотворительный фонд «Розовый поезд». Вот Николай пишет нам в WhatsApp и благодарит вас за то, чем вы занимаетесь. Пишет, что это огромная работа, делать добро для людей, но это невозможно без помощи государства. И, может быть, я продолжу эту мысль, конкретизирую примером. Действительно, вот насколько, насколько способствует выздоровлению, прогрессу в этом то, что вот действительно в опиющий случай, что у нас одна медсестра в онкологическом отделении в больнице Страдания, с уходом которой в отпуск, на больничный, все останавливается. И курсы химиотерапии всем пациентам не могут продолжаться. Немножко информация была неточной. Там два отделения химиотерапии в больнице Страдания. Онкологическое отделение – это стационар, где люди лежат днем и ночью. Там действительно одна, но у нее есть помощники. А вот внизу на первом этаже, там идет конвейер, поток людей, приходящих. Дневной стационар. И он служивает до 30, может быть, даже больше пациентов в день. Вот там должно было быть 5 медсестер. Там было только 3. И они таки. Одна заболела, вторая отпуск, третья выходила замуж. И поэтому остановилась работа на целый месяц. Что делали эти люди, которые остались без химиотерапии? Ну, то есть кто продолжал на курс? Мне звонили тоже в общество ВИТО. Я сама могла найти им данный рецепт. У них на руки были выданы лекарства, и они искали профессиональных врачей, кто бы сделал им инъекции. Часть находила возможность… А как они за деньги свои искали этих врачей? Это уже было неважно. Они кто-то нашел, большинство не нашли. А если они пришли в день, когда необходимо было делать химиотерапию, они узнали об этом буквально вот-вот? Так оно и происходило. Но сейчас оставим это как частный случай, который является примером для неповторения, не допустить повторения такой ситуации. А сейчас я вам расскажу об онкоцентре и отделении химиотерапии там. Гайлизерс. Гайлизерс. Это называется онкоцентр. Это отдельное здание справа от большого Гайлизерса. И вот там очень современный, хорошо оборудованный дневной стационар химиотерапии, который предусмотрен на 50, максимум 60 пациентов. Сейчас он достиг своей пропускной способности. Спасибо медсестрам, которых стало меньше, к сожалению. Он обслуживает до 78, уже 80 пациентов в день. Какое это может быть качество? И мы не гарантированы от ошибок. И я сама видела такого пациента. Он человек с натруженными руками, и чёрными пальцами уже видно механик или слесарь. И у него, наверное, во время процедуры игла из вены или выскочила, или он пошевелился, или не точно было. И рука у него образовалась с синими, размера синих слив, сливы на подкожей. Как лимфоуз. То есть в химиотерапии это средство попало подкожно. Не в вену, а подкожно. И вся рука обросла сливами, чёрными, большими волдырями, как похожими на синие сливы. И вот я не знаю, жив ли этот человек сейчас, но я почти уверена, что этот человек из сельской местности, он никогда даже не сумеет написать о себе в защиту письмо в фонд, медицинский фонд, называется Ажный Ацейбес фонд, из которого выплачивают компенсацию, если... Или инспекции здравоохранения, которые тоже расслабляют эти ситуации. Я хочу напомнить об этом примере, что мы не должны доводить до полного перенагрузки. Вы не знаете никак завод этого мужчины, ничего про него не знаете. Я уже не сейчас ничего, это уже было несколько лет назад, и сейчас к нам приезжали из Всемирной организации здоровья из Европы, просили нашей организации присутствовать и рассказать об этом. Поэтому мы тоже защищаем. Да, госпожа Слава Готовна, я бы хотела немножко возразить, потому что дневной стационар, как я понимаю, речь шла, там есть два отделения, одно, куда приезжают действительно из регионов и лежат там по 3-4-5 дней, а есть дневной стационар, и в основном это для рижан, которые могут каждое утро приехать. Ну, прийти сами, да. Вы говорите о больнице Страдыня. Нет, я говорю именно о восточной больнице. Как раз я об этом говорю. Вот, и это очень современное отделение. Там очень современная всё, большая чистота. Но у меня так получилось, что мой супруг там прошёл 12 курсов трёхдневной химиотерапии, и я иногда его сопровождала, просто мне было интересно. А никогда ничего, слава Богу, последние 2-3 года там не происходило. То есть там очень профессиональные сёстры, там хорошо зав. отделением наладила работу, поэтому там как бы все уходят в график, слава Богу, наверное, по графику, в отпуск уходят по графику. И тем, у кого много приходится делать химиотерапии, ставят порт. Потому что, конечно, химиотерапия, она портит сосуды. Ольга, объясним. Это такой катетер внутрь вены, он как бы живёт, он является частью организма человека. И вот этот катетер, он 20 сантиметров, он сколько сантиметров? Ничего я даже не знаю, потому что у моего мужа тоже стоял порт, ничего этого страшного. Значит, вены не портили? Нет, порт ставится под ключицу. Вот, и поэтому, в принципе, когда достаточно длинный курс, чтобы не портить вены, конечно, у каждого человека, и каждая сестричка, у каждой сестрички могут быть, может мимо вены промахнуться, потому что у каждого человека они действительно разные. Часто, вы знаете, вены убегают. Вот как не хочешь, она убегает, и никуда не денешься. Ещё дают вопрос на вены. Я только скажу, что у меня был... Ну, такие страшилки, что вот там вся рука в синих таких не видела я там за последние два года. Пусть это будет единственный случай, который у меня остался в памяти, и я действительно бы очень хорошую тему затронули, Олга. Нам важно, чтобы люди знали, что кроме вот этой бабочки, которую на вену, так сказать, приклеивают, чтобы есть возможность вставить вот этот катетер или порт. И его только нужно пройти регулярное как бы полоскание. Да. И всё. Это достаточно простая процедура. То есть у нас медсёстры должны это освоить. Нет, это не медсёстры, это делает хирург, это вшивается в кровеносный большой сосуд под ключицы. И медсестра должна следить, чтобы он периодически пронувался. Но человек всё равно приходит каждые три недели на химию, поэтому он так и получает. Да, простите, вопрос задают. У нас не так много времени остаётся. Я предполагаю вам обеим, сколько стоит победить болезнь? Вот если речь о банкологии. Я понимаю, у каждого своя стадия, у каждого разная. Как-то, может быть, что государство, чем государство помогает, чтобы... Если у вас первая, вторая стадия, я поздравляю. Государство полностью оплатит. То есть никаких своих финансов вы не тратите? Тогда не надо, да. Но если возникнет так, что ваш диагноз государство не оплачивает, начинайте с суммы. Держитесь. Минимальная сумма – 32-40 тысяч. Это весь курс химиотерапии в течение 8 месяцев или года. А инновативная терапия, которая сохраняет остальные органы и как цель нацеливается на клетку онкологии, раковую клетку, так называемая МЕРТ-терапия или целевая. Эта сумма курса будет 140 тысяч. Госпожа Слава Готовна, у вас была четвертая стадия, да? Вы не попали под бесплатную программу? Нет, я попала в бесплатную программу, потому что, слава Богу, завмы отделения химиотерапии, где я проходила химию, она составила мне очень хороший коктейль. И это было совершенно нормально, и бесплатно это не было. Конечно, вся химиотерапия, она достаточно дорогая, но это государство оплачивает. Я понимаю, что здесь как раз моя коллега говорила о таких исключительных случаях, где надо закупать лекарства за границей или вообще о лечении за границей, да? Потому что ни у кого эти все 70-80 койко-мест, так сказать, в дневном стационаре, или, я даже не знаю, сколько мест на восьмом этаже большого, ну, Латвии Сонко-Центрс. Это все бесплатно. Я никогда не видела, что там кто-то платил. Да, если ты не являешься инвалидом первой и второй группы, ты платишь 7 евро 11 центов за день в стационаре, но не более того. А у нас нет такого, что пациенты не могут вовремя получить? Вы просто, я думаю, общаетесь со многими людьми, не могут получить вовремя помощь, либо действительно ждут долгое время. Хочу сказать, дорогие, наше государство оплачивает премария пациентов, это первичные пациенты, лечение первичных пациентов. Если возникает рецидив, вы вторично заболели, вам даже предусмотренное государственное лекарство не положено. У нас вторичных пациентов не лечат. Это у нас, либо общепринятая практика, и в других странах тоже? Нет, это особенно в Латвии. За счет того, что у нас нет финансов. И вот маленький пример. Я заболела, когда мне было еще после 40, я не достигла возраста, от 50 до 70 женщинам бесплатная маммография. И я, когда прошла лечение, я стала интересоваться, а где же мои приглашения на бесплатную маммографию? Мне объяснили. Вы уже первичный пациент в прошлом, и вам не положено оплачиваемая маммография. То есть я уже являюсь вторичным пациентом, если у меня будет рецидив. Мне уже не положена государственная поддержка. Ну, я имею в виду вот эти дорогие лекарства. А вы поднимали эту проблему действительно? Почему так? Так вот, я и мы пришли к нашему главному событию, которое наше общество, ведь в поддержке всех вот этих восьми организаций пациентов мы объединились в Онко-Альянс и создали вот эту первую нашу большую-большой-большой конгресс или форум вместе против рака, объединяясь вместе и без страха, не бояться. Нас поддержали и организации онкологов, и организации онкологов-химиотерапевтов. Мы создали резолюцию, приняли его на этом форуме, и сейчас его отправили, эту резолюцию, нашему президенту министра, господину Кареню, министру здравоохранения госпожи Винтеллы и председателю сейма нашего парламента, председателю социальных дел по труду господину Скрида. Нас поддержали депутаты, и даже в этом сейме будет группа, как мне недавно позвонили и сообщили, будет группа поддержки из депутатов. И нас к себе пригласила после этого сейма руководители вот этих пациентских организаций, нас к себе пригласила жена господина Левита, нашего президента, Андра Левите. Она сама гинеколог в прошлом и врач. Она была рада, что первая тема, с чем она сталкивается в Латвии, это как раз-таки медицинский вопрос. И мы сейчас очень ждем ее решения, возможно, она будет нашей патронессой. И мы приглашаем всех-всех-всех наших дорогих слушателей. Во-первых, не бойтесь диагноза, узнавайте о нем, ваше знание поможет. И делитесь друг с другом. Поверьте, чем больше вы даете знаний, тем больше вам дает Господь. Да, госпожа Слава Готина, вы с точки зрения вашей организации, может, вам известно, глава вашей организации, она продвигает, лоббирует этот вопрос среди политиков, чтобы это оставалось на повестке дня и не сходило. Потому что с уходом господина Ражукса еще есть господин Скрида, который тоже врач-хирург, кардиохирург, если я не ошибаюсь, и помнит об этом. Ведется ли какая-то дискуссия, какой-то диалог? Обязательно ведется диалог, потому что диалог ведется с Министерством здравоохранения о программе следующих лет, именно с ПАК-АВОДС. Я хотела просто добавить, для тех, кто хочет записаться в эту программу, на сайте «Дзиви без кокс» вы зайдите на этот веб-сайт, найдите СПАК-АВОДС, и там есть анкета. Можно записаться в электронном виде. Там все написано, это достаточно просто. Не теряйте свой шанс для того, чтобы выйти на новый уровень отношения к собственному заболеванию. И нас довольно много уже. Так что... Да, и последний вопрос, может быть, уточняюще. Вы сказали о том, что политики активничают в преддверии выборов. Может, вы можете назвать, кто или какие партии приходили к вам с различными предложениями либо с помощью? Это мы приходили к ним. А, это вы приходили. Это мы приходили. И должна сказать, что вот эта узнаваемость онкологических пациентов была очень долгими годами заслужена. Я как на работу ходила на заседание комиссии здравоохранения, вот именно в СЕЙМ. И эти вторники для меня были абсолютно дежурными. И спасибо. Тогда было раз в два месяца. Тема посвящена онкологии. Мы надеемся, что СЕЙМ вернется к регулярности рассматривания вопросов. Да, нам на этом пора заканчивать. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня были глава Латвийского общества поддержки пациентов с раком груди ВИТа Ирина Янума и представитель общества Диви Бескокс Ольга Слаугутна. Спасибо вам большое, что пришли. Продолжение следует...